Самолет Ил-2 Самолет построен заводом номер 39 в феврале 1941 года. Конструктором самолета является герой социалистического труда, генерал-майор инженерно-авиационной службы Ильюшин Сергей Владимирович. Государственные испытания в научно-испытательном институте ВВС самолет прошел в марте 1941 года. Испытания проводили инженер-полковник Куликов и летчик-майор Долгов. Машину обслуживал старший техник-лейтенант Таргонский. Для дужки крыла самолета избран профиль Кларк-Игрек. Толщина профиля у корня крыла 14%, у концов 8%. В смешанном варианте конструкции крыло выполнено с металлическими лонжеронами и фанерной обшивкой. Несущая площадь крыла 38,5 квадратных метра. Нагрузка на квадратный метр крыла составляет 149 килограммов. Металлическое горизонтальное оперение имеет площадь 7,5 квадратных метра. Площадь вертикального оперения 2,39 квадратных метра. Поперечные В-крыла 5 градусов. Передняя часть фюзеляжа металлическая, с остальной работающей обшивкой. Задняя часть деревянная, выклеена из шпона. Шасси самолета убирающиеся. Для удобства транспортировки по железной дороге отнимаются обе консоли и снимается винт. На самолете установлен 12-цилиндровый жидкостного охлаждения мотор АМ-38 с одноступенчатым нагнетателем. Винты применяются двух типов или АВ-5Л-158 или ВИШ-22Т. Мотор допускает форсирование режима на взлете до 1600 лошадиных сил. Мощность мотора сохраняется до высоты 1600 метров. Мотор АМ-38 работает на бензине 4Б-78, который заливается в три соединенных между собой бензобака общей емкостью 730 литров. Нормальная бомбовая нагрузка из четырех ФАП-100 размещается в бомбовых отсеках в нижней части фюзеляжа. Подвеска бомб производится при помощи ручной лебедки. В обоих крыльях устанавливается по одной пушке ШВАК калибра 20 мм. По 250 снарядов укладывается в ящик боезапаса, который вставляется через лючок в обшивке крыла. Рядом с пушками установлены пулеметы ШКАС. Каждый ящик боезапаса вмещает 750 патронов. Ящик вставляется снизу через лючок в обшивке крыла. На четыре балки лафета под каждым крылом подвешиваются ракетные снаряды РС-82. Прицеливание ведется по перегрестию козырька и мушке. На самолете применено наружное бронирование, которое входит составными элементами конструкции. Бронезащита предусмотрена для летчика и уязвимых агрегатов, в том числе и мотора. Голова летчика спереди защищена пулестойкими стеклами толщиной 45 миллиметров. Вес пустого серийного самолета составляет 4348 килограммов. Относительно средней аэродинамической хорды центр тяжести пустого самолета лежит на 25,55%. Нормальную нагрузку самолета составляют летчик, горючее, масло, бомбы, и реактивные снаряды. 5750 килограммов составляет нормальный полетный вес самолета. Центр тяжести самолета с нормальным полетным весом сместился назад. В дни Отечественной войны самолет Ил-2 обладал следующими летными данными. КОНЕЦ 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 Хороший штурмовик Ил-2 имел одно слабое место. Немецкие истребители безнаказанно атаковывали его с хвоста. Учитывая это обстоятельство, товарищ Ильюшин предъявил в сентябре 1942 года вариант двухместного штурмовика. Второе место, расположенное сзади летчика, предназначено для воздушного стрелка. Для обороны задней полусферы в кабине установлен пулемет Березина калибра 12,7 мм. Полутурельная пулеметная установка снабжена боезапасом на 150 патронов. Стрелок может вести прицельный огонь по вертикали на 36 градусов. В каждую сторону от оси самолета простреливается угол в 35 градусов. Штурмовик Ил-2 пользуется заслуженной любовью наших летчиков и вызывает ужас у врагов, которые его справедливо назвали «черной смертью». «Черной смертью» 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 Продолжение следует...